Приветствую вас на канале RedCat, мы продолжаем искать секреты в смешариках и сегодня их будет довольно таки много. Кстати ребята, вот вам первый секрет, смотрите в окошко, плохо видно? Сейчас увидите. Смотрите, у нас тут Шрек поселился в домике Кроша, прикиньте, вот такая вот прикольная пасхалка. Но это далеко еще не все. Сегодня мы будем смотреть, как получать вот этот, доказал, что ты бараш, и вот этот, что бейдж. Но еще есть умно и отыскал другой код без RedCat. Представляете, столько людей уже получило, а вы еще нет. Давайте это попробуем сделать. Кстати, ребята, за все время только 4 человека получило бейджик что? Видимо я был четвертый или пятый. Ну что ж, давайте, ребята, для начала, как попасть в секретную комнатку. Для этого мы приходим к Аркарычу и вон сверху, видите, статуэтка, нажимаем на ней. Бенч. И тут у нас, ребята, есть три варианта, куда нам пойти. Давайте для начала пойдем слева. Думаю, что вы знаете, что тут делать. Пишем с большой буквы. Цель просто писать, кто это. К примеру, это у нас Панди, да? Давайте писать Панди. Заходим. Видите, она как бы окантовочкой такой сделалась. Теперь мы можем зайти. Следующая у нас какая-то собачка. Ребят, я не буду сразу говорить, так что вы напишите или подумайте ваш вариант. Подумали? Ну что ж, проверяем. Погнали. Тузя. Проходим. Ого, это у нас Тигр. Давайте, опять же таки, ребята, вы думаете или пишете свой вариант. Ну, лучше, наверное, думаете. Тигриция. Попробуем. Правильно. Если, ребят, неправильно, то вас не пустят. Таким образом мы проходим, собственно, наши испытания. Но это у нас Ослик, да? И Гогоша. Или Лошадка. Вот это я, кстати, так и не понял, что это у нас за зверек. Выглядит он очень странно. Ушарик, ребята, это Ушарик. Заходим дальше. И здесь у нас коровка. Кто же у нас коровка? Муня. Замечательно. Это у нас птенец. Так, птенец у нас Петя. И последний. Вот такой вот персонаж. Довольно-таки прикольный и интересный. И правильный ответ. Это Шуша. Все, ребят, идем сюда и получаем бейдж. Вот так, ребята, мы получаем первый бейджик. Возвращаемся опять к Аркарычу. Нажимаем на статуэтку. И опять возвращаемся в следующий этап. Спасибо большое, Джи Привас. Именно так как-то он читается в Дискорде. За то, что он мне подсказал правильные ответы. И сейчас мы проходим следующее испытание. Но, ребят, я его до конца не понял и не прошел. Дело в том, что, возможно, это какой-то новый квест. Возможно, это как-то связано с бейджиком умно. Потому что вот эти вот испытания, видите, я могу как-бы пройти. Ну, собственно, вы сейчас все увидите и сами. Так, это у нас страшный крош. Идем дальше. Кто это, ребята? Правильно. Копатыч. О, боже, какой кошмар. Это что, Нюша? Правда? Ужас. И все, ребят, я упорся в стену. И дальше я не знаю, что делать, чтобы получить бейджик. Я вот посмотрел вот таким образом. Тут вроде как что-то дальше есть. Но как туда попасть, я не знаю. Идем дальше, ребят. Третье испытание довольно-таки простое. Тут вы можете получить бейдж «Кто?». Что для этого нужно делать? Это написать «Кто?». Пишем. Точнее, «Что?». Не «Кто?», а «Что?». С большой буквы, да? «Что?». Вот так вот проходим. Нормально. О, опять прошел. Замечательно. Что, можно так все? А, нет. Так, ладно. Пишем еще раз. С большой буквы. Или с маленькой? Нет, с большой. «Что?». Есть. Так. Ага. Если быстро идти, то можно сразу два пройти. Если медленно, то надо будет на каждом писать «Что?». Видите, я по два прохожу сразу. Ну и последний, наверное, картиночка у нас. Пишем «Что?». Все. Бейдж получен. Вот довольно-таки просто, как вы уже могли убедиться. Итак, ребят, но сейчас давайте отправимся дальше. Я вам покажу следующее, что можно получить. На канал мой подпишись. Лайк поставь мне, не скупись. Итак, ребят. Это ключик. Кстати, я потом покажу, где этот ключик взял. Это не тот ключик, который я брал у ежика. И с помощью этого ключа мы попадаем в подвал. Как вы помните, у нас был тут код, который я вам показывал уже в видео. Но он перестал работать. Сейчас новый код и подсказка. На 58 начинается. На троечку заканчивается. Весь код я вам не буду показывать, потому что код заключается в том, чтобы вы его нашли сами, а не вам показал RedCat. Так что, ребят, ну, возможно, вы, конечно, в комментарии прочитаете, но это буду не я. И, кстати, ребята, здесь тоже есть прикольный баг, не знаю. Может, баг, может, это такой прикол, если вот сюда вот прыгнуть сейчас. О! Смотрите, я на звездочках. Ну что, ребят, если вам нравится подобное видео, обязательно поставьте лайк под видосиком. Я специально для вас ищу эти баги. Ну и сейчас, ребят, мы отправляемся в следующий этап, который вы мне тоже писали, что я не показал. Я действительно не заметил, когда был на этом космическом корабле, что вот здесь вот, оказывается, есть вход. Я как-то с этой стороны не подходил и считал, что это просто один такой у себя большой выход. Но нет, тут у нас есть комнатки, каютки. Смотрите, вау! Я тут первый раз, ребят, так что буду все детально осматривать. Тем более, что там есть тоже код, который нужно ввести, и я его пока не знаю. Представьте себе. Может, за то, что тот код я введу, мы с вами получим умно вот этот баги. Может быть, нет. Пока я это еще не понял. Короче, как вы догадались, умно я не получил баги. Поэтому, если вы знаете, как его получить, напишите. Там довольно-таки много уже людей его получили. Так что, возможно, кто-то из вас знает, как его получить. Так, что у нас здесь? У нас я нашел, в принципе, большой молоток и ничего кроме этого. Так, два каких-то входа, три входа. И лаборатория я видел. А, вот и наш, ребята, квестик. Тут непонятные символы. Ну, думаю, что каждый из вас, наверное, подумал, что это для тех, кто не может видеть. У них вот источечек и цифры, и алфавит. Они могут даже книжки таким образом читать. Но я смотрел, в принципе, так, чтобы что-то подходило. Цифры, они иначе отображаются. Поэтому, ну, пока я не понял, как это разгадать. Скорее всего, там пять цифр. Какие именно, возможно, вы разгадали. Обязательно напишите в комментарии. Вот, ну, вот так вот, ребята. Оказывается, тут много разных секретов, о которых я вам не рассказал в прошлом видео. Вот, так. Ну, что ж, давайте тут тоже посмотрим. А пока я тут все осматриваю, вы можете поставить лайкухик. Какая-то печь у нас модернизированная. Очень такая крутая. И овощи, которые здесь у нас выращиваются. Так, рычажки. Что с рычажками? Кстати, здесь есть еще один секрет. Я чуть позже его вам тоже покажу. Так, ну, в принципе, тут я думаю, что мы уже все посмотрели. Поэтому можно по традиции попрыгать на кровати и отправляться дальше. Что мы успешно и делаем. Все, ребятки. Так, я попутно еще слежу, смотрю. Может, где-то есть подсказка. Все-таки какие-то цифры. Может, где-то что-то я не вижу. Все-таки очень интересно, что здесь за код. Поэтому, ребята, если вы знаете, напишите в комментарии. А лучше напишите мне в Дискорде. Это 100% я увижу. Смотрите, ребята. Тут есть еще одна пасхалка в лаборатории. Вот так вот проходите, не останавливаясь. И вуаля! Здесь у нас потайная комнатка. И что вы думаете? Здесь выращивается огромная морковка. Есть предположение, что как-то наш кролик с этим связан. Ну что ж, ребята, что там Крош выращивает, это его дело. Я осматриваю тут... О, кстати, красивая, да, была фотография. Дальше наш космический корабль. Так, где я не был? Так, 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 так. Здесь я был, да? Где же я был? Да. Все, хорошо. Здесь я был, в лаборатории был. Осталось мне еще две комнатки. Давайте их тоже исследуем. А, кстати, ребята, тут есть секрет. Нет, дело в том, что здесь есть точно такой же шкаф, как и у ежика. Поэтому, если вам нужен ключ от подвала, куда я, собственно, вам показывал, что прыгал, вы можете его получить здесь. Смотрите. Сейчас вот я вам покажу. Так, тут больше вроде ничего интересненького нет. Так вот, смотрите. У нас есть точно такой же шкаф, и на нем точно такой же ключ, как и у ежика. Поэтому, ребята, можете брать его здесь. Так, все. Вроде ничего интересного я не нашел. Смотрите, вот видите Сейчас вам показываю, вот тут ключик Берем и все Теперь с этим ключом мы можем отправиться в подвал Где вам предстоит ввести код, который вам не показывал RedCat Первый я вам показал, второй вы должны самостоятельно найти и рассказать мне, где вы его нашли Ну что ж, последняя комнатка, ребята Это у нас тут находится совушка Очень странно, потому что мы ее находим на дне моря Или реки, или озера Я это вам показывал в прошлых видосиках Ну и в принципе она здесь еще, это Савуня Привет А как же Копатыч? А, она же говорила, что следит за ним Я готовлю ему необычный суп Короче, под водой, помните, мы ее встретили и спрашивали, что она тут делает Она сказала, что следит за Копатычем А теперь я ее здесь нашел и спрашиваю Ну а что, в принципе-то, за Копатычком ты не смотришь? Она говорит, что я ему суп готовлю Очень странно На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись И напоследок, ребята, покажу вам еще один прикольный баг Возможно, вы его знаете, возможно, он не новый Но, тем не менее, я его еще вам не показывал Если вы зайдете вот в эту лачугу, то вы можете одеть рога Смотреть, опа, и все, у меня на голове рога Достаточно просто вот сюда вот подпрыгнуть И тогда вы их получите Ну что, ребята, на этом у меня пока все Надеюсь, вам понравилось видео Не забудьте подписаться на канал И до новой встречи на моих каналах Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok